Добрый день! Сегодня я задам несколько вопросов Льву Московкину, эволюционисту генетику, также журналисту, который очень много пишет и говорит о вопросах эволюции, в том числе макроэволюции. Мы попробуем узнать сегодня, что это такое. Ну а мой первый вопрос состоит вот в чём. Я слышала, вот так же Льва, такое выражение, как «удачливость эволюционной судьбы». Вот как можно расшифровать это понятие и иметь ли оно отношение к себе, Льв, если бы ты рассматривал свою судьбу как удачливую или, вернее, с точки зрения эволюции? Ну, дело в том, что ответ на этот вопрос, поставленный в формальном виде североамериканским эволюционистом Вернингрантом, то есть у него было утверждение, что есть такой фактор эволюции, удачливая судьба судьбы. Когда я это читал с большим удивлением, я вспомнил то, о чём говорил любимый фантаст Советского Союза, Станислав Леонг. Что природа играет в карты, о шоверстве при этом. Вот на самом деле так оно и есть. Моя судьба оказалась очень удачной для доказательства того, что такое варится. Это приём, по большому счёту, профессора Семеновича Налёв. Когда он должен рассказать что-то очень простое, но масса людей этого не учили, он рассказывает, как это было. Я могу привести пример, в данном случае не про себя, я не зря вспомнил, что Налёв. Вот мальчик из еврейской семьи в детдоме закончил физфак МГУ. Это могло быть? Ну, если так случилось, видимо, это было какое-то исключение, наверное. Закончил физфак МГУ. Куда брать ребёнка с такой анкетой? Ну, позвонил человек, сказал, майор такой-то, шнуль, шнуль. Звонит из ГУЛАГа. К распределению. Всего трудоустроили в ГУЛАГе. Могло быть такое? Могло быть. Но дело в том, что этот человек рассказал о том, как родилась главная идея эволюции, идея матричного копирования. Шёл Всероссийский конгресс, тогда это называлось «Съезд» в политехническом музее. Профессор Московского университета задал вопрос о том, что содержит сперматозоид. Может быть, он содержит молекулы, в которых записаны информацией? И в этот момент, вот что такое судьба? В этот момент в зал вошёл, кто бы вы думали? Лев Николаевич Толстой. Совершенно верно, Лев Николаевич Толстой. Студенты зааплодировали, всеобщее смятение, и этот вопрос никто не услышал, кроме одного человека, Николая Константиновича Кольцова, который написал, спустя много лет, когда сам стал профессором, статью о наследственных молекулах, о чём нам на лекциях по пульсанной генетике рассказал ученик Кольцова Тимофей Фрисовский. Я был последним студентом в Московском университете, кто слушал его лекции, и сдал ему зачёт. Таким образом, получилась очень странная вещь. На каждом этапе носителем некой важной информации оказывался один человек. Но и судьба не отрывная от судьбы. Ну, в общем-то, это понятно. Значит, у меня такой вопрос возникает, что были такие науки, да, в том числе и эволюционная генетика, а также сюда относилась социология, некоторые другие, которые в определённый период развития общества запрещались. Вот почему могла быть запрещена именно генетика? С чем это связано? И, возможно, есть какие-то у тебя соображения о счётах? У меня на этот счёт есть... Ну, почему генетика могла кому-то повредить? Вот чем она была опасна? Казалось бы, ну, там, клетки, Есть, на самом деле, только одно соображение, которое касается того, что генетика, эволюционная генетика, внутри к одному такой закон, как мы будем на новый твой, а именно эволюционная генетика, она даёт прогноз будущего человечества. Видимо, в этом приполярном мире один из полисов очень хочет, чтобы люди не узнали, что ждёт больше, как найти выход из текущего кризиса, потому что кризис стал как-то уже таким, такой банальностью, что у нас кризис, денег нет, а выход на самом деле есть. То есть те, которые запрещали, а они так глубоко мыслили, и так далеко заглядывали, как-то вызывает это большое сомнение? Нет, тут мы касаемся существенного признака системных эффектов, который стоит в том, что мотивация и системные последствия, которые могут быть очень удалённые, очень разные, расходятся друг с другом. Но опять же, благодаря антропному принципу синергетики, Курдюмова-Кобицы, последствия оказываются предопределены. В эволюции это называется финализмом. Это понятно, но не кажется ли тебе, что всё было гораздо проще, и что против генетики и эволюции были только потому, что господствовали, господствовала теория креационизма? Это всё гораздо проще. Судя по тому, что я помню, теория креационизма сама по себе очень мало кого волновала, потому что нападки на генетику, вот сколько я помню, с третьего курса с кафедрой генетики. Это 70-й год, уже много лет прошло, с тех пор. Нападки на генетику были всегда. Они всегда были разные. Они всегда были разные. Нападки на социологию были связаны с тем, что просто никто не хотел слышать то, что думают люди, потому что социология была связана с тем, что узнавали, пытались, во всяком случае, выяснить общественное мнение, задать людям вопросы, что они действительно думают или как они себя представляют. Никому это не надо было слушать. Поэтому вся социология совершенно была отметена в сторону. Как бы всем было и так ясно, что все все одобряют, все довольны, и все у нас идет хорошо. Поэтому был такой взрыв социологии в перестройку. Что касается генетики, почему она не взорвалась в перестройку? Потому что ее последние 25 Советского Союза подавляли. Но так можно сказать... Социологии тоже подавляли. Но так можно сказать про любую науку. Ну, социология считалось, что в Советском Союзе вообще нет. А генетика все-таки так бы была. Правда же? Ну да. Первый, кто написал про социологию, было бы все даже не... Татьяна Ивановна Заславская была далеко не первым социологом в России у нас. Пусть... Ну, мы немножко отклонились от темы. Мне хотелось бы узнать, насколько тесно связана, ну, скажем, теория эволюции, вот в твоем представлении, именно с биологией, с тем, что человек, который... Только, наверное, тот, кто понимает хорошо и знает биологию, может понять и генетику. Потому что многие люди просто, они не поднимаются дальше уровня, что, а вот если у родителей там у одного глаза голубые, у другого там карри, а почему у ребенка там зеленый, да? Это начинает задаваться вопросом. Потому что никто вообще ничего не понимает изначально. Вот, может быть, нужно просто изучать хорошо биологию? Значит, такую клетку, в конце концов, как происходят... Я не знаю, как мне кратко ответить на этот вопрос. На самом деле, закономерности макроэволюции, то есть системной эволюции, в той части, в которой они доступны пониманию, известны всем. Ну, что всем известно, например? Ну, то, что такое кризис, что он несет не только гибель, но и возможности, а это основной закон макроэволюции. Ну, это макроэволюция. Да. Идет сейчас о том, что происходит, ну, скажем так, в обществе со всеми людьми. А вот конкретно в организме, допустим? В организме происходит то же самое, что и в социуме. Организм человека, благодаря его генетической конституции, приспособлен к переменам. Что отвечают за эти перемены? Есть такой... А ничто не отвечает. Это системные... Ничто не отвечает. Это системные эффекты, которые управляют случайностью. Ну, вот, допустим, вот есть такой генетик Сергей Разин. Он, кстати, раскрученный. У него очень доступные и понятные статьи, которые описал, как упаковывается хроматин в клетки. Ну, вот. Это динамический процесс. Упаковывается, распаковывается. Распаковывается, упаковывается. При этом каждый раз по-разному. А как известно, в упакованном состоянии гены не работают. Ну, просто ферменты не достигают. Ну, в ящик не завезешь, если там всё спрессовано. Нужно расплести генетическую информацию. Соответственно, условия среды меняются. И подбирается такая команда генов, которые соответствуют этим условиям среды. Так вот, социуме происходит то же самое. Тем более, благодаря социальному сетям. Когда люди самоорганизуются в сообщество, в зависимости от того, что соответствует вот здесь и сейчас, в текущем условии, твоим вопросам, вот эти погозы, птичкам, которые летают, дрова, которые там колют или стучат. Ну, без этого никак. Еще ни одного сюжета не было, чтобы где-то что-нибудь не застучало. За таким забором стучали топоры, везали пилы. Там строили космические корабли. Мистер Джексон ходил вдоль забора и стучал зубами, якобы от холода. На самом деле он застучил морзенку. Понятно. И вот можно задать такой вопрос, может быть, в завершении этого короткого разговора. Вот что нам дает, ну допустим, людям понимание процессов эволюции? Вот, допустим, ведь от людей же не зависит, ну допустим, процесс развития, да? И что мы можем сделать? Ну, проще, если сказать, зачем нам это знать? Если от нас не зависит что-то, зачем нам это знать? Может быть, мы и так будем жить спокойно, не зная ничего этого, как бы от нас ничего не зависит? Или все-таки есть то, что может человек регулировать в процессе эволюции? Хотя я как бы взялся быть политическим журналистом и посвящая деятельности к разбиркома, я все-таки далек от мысли о том, чтобы призывать всех ходить на выборы. Но тем не менее, когда говорят, что от нас ничего не зависит, мы это роботы. На самом деле еще как зависит. Другое дело, что это зависит косвенно, это зависит от знания, от понимания, от умения ловить существенную информацию. И дальше я могу только назывательски обозначить, что дало мне, вот, можете мне не верить. Но для того, чтобы проверить, это то, что я сейчас скажу, доказывается. Это просто отказывается. Но тем не менее, для этого надо поправить определенный труд. Это надо учить. Так же, как теорема Стокса. Точно так же, как производная ПФ-степени Икс. Что нужно знать каждому журналисту? Что удается делать в этой стране? Что удается делать в этой стране? Что не удается в других странах? Я хочу сказать, что знание дает, и это ничем на вопрос, Знание дает понимание того, что, во-первых, все, что происходит, происходит правильно. Во-вторых, не просто закономерно, не просто, но правильно. Хорошо. Человек – это система, которая умеет проходить катастрофы с минимальными затратами в виде боли, крови, слез. Минимальными, как на странах. И максимально новизной. Вот оптимизировано это соотношение. Вопреки стереотипу, человеческие системы несоразмерны, более эффективны, чем природные. Если сравнить с тем, как эволюционировал фотосинтез, как эволюционировал дыхание, откуда оно произошло. Если Путин назначить ответственность за фотосинтез, может сожить сразу. Расход материалов, обратное дыхание, когда не на что работать. Но самое главное, что получается совершенно экстраординарный вывод, что Россия, в которой мы жили, мы сейчас, мы здесь живем, это прогрессивная страна, которая умеет эти вещи делать. Далее первой фазы. Просто намешать катастрофу. Проснимся, разберемся. А дальше? Ну, все это. Не знаю, как сказать в правильном слове. Опять себя простоволосились. А давайте еще что-нибудь намешаем. И вот так вот, одно за другое. Россия умеет выходить из катастрофы с позитивными достижениями. И это очень важно. Это очень важно. Вот то, что я сейчас сказал, дает мое знание. Но самое главное, то, что кризис имеет физическую природу. И если сейчас... Но человек тоже часть природы. Человек это эффективная часть природы. Мои знания говорят, что человек, это не выхлоп эволюции, а ее вершины. То есть нам некуда развиваться? Еще как есть куда. Еще как есть куда. И будущее непредсказуемо. И задача в том, это же прелесть бытия, найти то, что мы еще не знаем. Лев, спасибо огромное на такой позитивной ноте. Я думаю, мы закончим первое наше интервью. Большое спасибо. Вы очень интересны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова